я расскажу вам друзья что-то очень интересное мы ответим на вопрос лучше ли в иудаизме быть более строгим или же нет моя дорогая талмида ученица сперва сказала что да лучше человеку быть более строгим наоми сказала нет нет это не хорошо все запутаны почему потому что с одной стороны хорошо быть строгим мы слышали из истории ора фаваде он проявлял строгость в отношении пожатия руки женщинам это хорошо но иногда это нехорошо когда это нехорошо вчера мы слышали другую историю как один из оврехим пришел к праву мардыха ильягу и сказал раввин я бы хотел получить ваше разрешение носить филин целый день чтобы я мог учиться все время в цвилине также как праведники во времена геморы рав мардыха ильягу сказал нет почему нет даже если это митсва даже если это чудесно он сказал если это дополнительная строгость приведет к тому что в своем сердце ты будешь думать что ты лучше чем все другие в этом колеле всего один раз жизнь всего один раз за всю жизнь это того не стоит почему ты думал что ты лучше потому что в колеле 500 человек и ты единственный кто целый день носит филин это будет очень выделяться и даже если они тебе ничего не скажут и сам будешь смотреть на себя и думать что никто больше не носит филин и у тебя появится самодовольство по этому поводу если ты начнешь гордиться собой что ты лучше всех остальных даже один раз жизни и пыль гордыни войдет в твоем сердце то лучше бы ты никогда не добавлял эту строгость почему потому что всевышний настолько ненавидит гордыню и мы видим что эта строгость имеет свое время и место самая интересная вещь это то что в обоих случаях есть разрешение делать и есть разрешение не делать то есть авариях пришел к своему раввину и сказал что второе говорится это делать но раввин ответил нет почему потому что он знает своего ученика и по сути раввин был прав сказав нет во времена рава аваде есть облегчение касающиеся рукопожатий но раввин сказал нет по одной или по другой причине это не что-то черно-белое но в обоих случаях вы видите что это не просто черно-белый закон есть такое понятие когда тура мудрость тары мнение тары основанное на этой определенной ситуации что происходит когда вы не выясняете мнение тары и учитывайте только свое мнение конце концов вы целем луким образ бога святой благословен он создал вас по своему образу не так ли вы такой особенный с вашим именем должны считаться не так ли конце концов вы умные вы закончили несколько трактатов геморре некоторые люди даже называют вас раввин хахам мудрец и все такое ваше мнение важны не так ли геморра в трактате я вам от говорит что тот кто не обращается за помощью крови ну то есть тот кто не задает своему раввину вопросы и по сути становится сам себе раввином трактате на странице его мод 109 б сказано что святой благословен он ненавидит этого человека почему потому что этот человек настолько высокомерный что он думает что он уже все знают вот одна из таких историй и если вы прослушайте и поймете что я вам сейчас расскажу вам лучше держаться за ваши стулья некоторое время назад я рассказывал вам об истории из геморре в трактате хагига на странице 4b там говорится что была одна женщина которую сатан решил забрать из этого мира но это произошло по ошибке по ошибке равбиви один из танаим дружил сатаном сатан любит праведников и вот он пришел к нему и спрашивает хочешь ли ты чтобы я показал что я делаю он ответил да и вот сатан показал равву биви как он забирает не шамот души сатан сказал одному из своих слуг пойди-ка и принеси мне душу мирьян мегадила мирьян надсмотрщицу пойди-ка и принеси и слуга уходит и возвращается и говорит вот душа мирьян сатан говорит ему эй это не та мирьян я не посылал тебе за это мирьян это не та мирьян вернуть ли мне эту назад нет пускай уже это остается здесь принести мне душу той другой мирьян мы должны забрать ее пришло время для нее умереть и это очень необычная история и мы обсудили все детали как это вышло и все остальное мы не будем делать это сегодня потому что мы уже обсудили все это в прошлом просто помните кто вообще это мирьян почему она заслужила умереть вы должны знать если имя упомянуто если бы это была какая-то женщина о которой не важно было знать кто она такая но почему в геморе упоминается ее имя если ваше имя упоминается значит для этого есть причина то есть это очень важно кто что и как то это мирьян вы не найдете это в геморе в трактате хогига на странице 4b вы найдете это в другом месте нужно открыть гемору трактат гетин последнюю страницу страницу 90 геморея в трактате гетин говорится о том как подобает вести себя женщине и что ее муж имеет право ей дозволить там говорится что есть такие мужья то каким образом они едят это по сути такой же образ которым они относятся к своим женам некоторые люди если они видят муху своем питье они вытаскивают муху и пьют воду он говорит это нормально это нормальный муж это человек который позволяет своей жене общаться с обычными людьми никаких разговоров о том что она ходила и разговаривала с каждым мужчиной на улице и тому подобное но если это члены семьи или друзья поприветствовать попрощаться с кем-то обычное общепринятое поведение он кассир в банке вот возьмите ваши деньги спасибо большое элементарные вещи обычные необходимые разговоры вот что это символизирует потому что сегодня каждый из нас видя муху в нашем питье сразу выливают это потому что мы все сегодня богаты если сравнить с людьми которые жили 2000 лет назад то время если вы не были богаты то вы сразу бы не вылили воду если бы кто-то увидел что что-то попало в воду он вытащил бы это и выпил бы воду это по сути делает его нормальным символизирует нормального мужа нормальный муж который позволяет своей жене вести себя обычным образом если например к ним приходит почтальон то она может открыть дверь здравствуйте большое спасибо до свидания берет посылку без всяких проблем она может взять посылку она не обнимает почтальона ей не разрешено сказать привет как семья где ваши дети куда едете отдыхать нет это не разрешено только обычная беседа спасибо и так далее нет проблем это нормально обычное поведение есть такой муж он относится категории раша нечестивец что это за муж который раша муж который раша он позволяет своей жене выходить на улицу неприлично одетой без рукавов и без покрытия головы его даже не волнует если она заходит в баню в которой есть еще мужчины он похож на человека который увидев муху в воде выпивает воду вместе с мухой его ничего не беспокоит это раша нечестивец но есть еще один человек который увидев муху в воде выливает воду вместе с мухой он все выливает это очень фанатичное поведение как у человека по имени папуз бен и ягуда кто такой папуз бен и ягуда папуз бен и ягуда жил во время написания геморы и тут говорится что папуз бен и ягуда увидел что его жена была одной из красивейших женщин на свете что то особенное и он сказал не может быть такого что никто не будет смотреть на нее не может быть из-за соображения скромности он сказал ей дорогая все что тебе нужно я принесу зайди на amazon.com и заказывай все что ты хочешь тебе не нужно идти в магазин или в торговый центр если тебе нужно что-то я тебе принесу но тебе нельзя выходить из дома тебе нельзя выходить из дома никаких магазинов никаких гастрономов никакой работы вообще ничего все что тебе нужно я тебе принесу без проблем и папуз бен и ягуда выходя из дома запирал за собой дверь не позволяя своей жене выходить из дома самое большое что она могла делать это смотреть на улицу из окна веранды и видеть что происходит снаружи гемора говорит вы думаете что это митсва вы думаете что благодаря этому она скромна вы думаете что он из-за этого стал праведником посмотрите что произошло на емке пур жена папуса мирям та же самая мирям о которой говорится в трактате хагига ей все это надоело папу сказал ей дорогая я иду в синагогу садик праведник буду поститься молиться целый день увидимся завтра он уходит он уходит и работая карим один еврей по имени ясэф бен диро заметил что ее муж ушел и он знал мирям когда она еще не была замужем он начал кричать мирям мирям когда же ты выйдешь мирям была уже так раздражена она целую вечность не выходила из дома она спросила ясэф когда же ты уже спасешь меня он ответил сегодня он залез в дом вытащил ее оттуда и они вместе убежали и они согрешили совершив прелюбодеяние на емке пур на емке пур и так работая что же произошло в результате этого греха что произошло в результате этого греха у них родился сын и сын кто их сын их сын не спешите пожалуйста не начинайте называть имена это нехорошо лошонара их сын назван в геморе в трактате шаббат но если вы будете читать трактат шаббат если вы конечно не знаете что Раф Эфраем Шехье написал свои книги Ахтоф Ли Исраэль Хелек Бет все комментарии Хатам Софера и другие Хахамим вы не узнаете из этого трактата шаббат почему? потому что в геморе в трактате шаббат на странице 104 Б спрашивается разрешается ли нам рисовать на наших руках рисовать на наших руках и делать отметки пальцами является ли это нарушением шаббата Считается ли это письмом и там говорится что это должно считаться письмом потому что был человек по имени Бенси Дата Бенси Дата писал разного рода магические заклинания на своей коже потому что в любое время когда вы узнавали какие-то магические заклинания египтяне ловили вас на границе Они не позволяли забирать с собой эти заклинания, потому что это, по сути, их собственность. Он не мог написать заклинания на бумаге. Он написал их на своей коже. Он написал их на коже, и это сработало. Геморраг говорит, мы не учим халахот у сумасшедших людей. Он шатэ, сумасшедший, этот Бен Сидата. Баалей Тосфот спрашивает, кто этот Бен Сидата? Бен Сидата означает Бен Содта, сын блудной женщины. Что это за блудная женщина? Хатан Содфер говорит, эта блудная женщина, это та же самая Мирьям, которая изменила своему мужу, папусу, Бен Йогуда, Сьюсефен Бендита. И кто сын этой блудной женщины, которая совершила измену? Хатан Содфер сказал, невероятный хидуш, кто этот сын? Ешу, оно цри, Иисус из Назарета. Ешу и Махщимо везихро. Да сотрется его имя и память о нем. Таким образом он появился на свет. В результате того, что его мать изменила своему законному мужу с каким-то неевреем. Это то, каким образом Ешу появился на свет. С чего это началось? С митцвы? Со скромности? Кто просил тебя быть таким скромным и закрывать ее в доме? То есть, работай, когда человек не слушает да, торы и не проверяет себя. Даже ваша митцва может стать самым большим грехом, который когда-либо произошел в истории. Сколько миллионов евреев умерли из-за этого греха, который выглядел как митцва? Она хотела быть приличной внутри дома. Он хотел, чтобы она была приличной дома. Ни один мужчина не видит ее, никто не видит ее. Кто просил вам делать это? Кто просил вас? Есть галактические позволения делать определенные вещи. И галактические ограничения не делать определенные вещи. Человеку нужно знать, что делать, а что нет, основываясь на торе, а не на своей логике. Когда человек начинает думать и начинает решать, что это халаха, это происходит из-за гордыни. Потому что он решил, что он прав и не хочет проверять еще раз. У нас у всех есть гордыня. И поэтому, святой благословен, он проявил к нам милость и позволил нам также записать устную туру. Потому что сейчас мы не можем использовать нашу гордыню как оправдание. Почему? Потому что вы можете узнать, правы вы или нет, просто спросив правина или посмотрев в торе. Написано ли то, что вы сказали или подумали в торе? Или это просто ваша собственная идея, и вы пытаетесь быть слишком праведными? Потому что Шлома Анелих сказал, не будьте слишком праведными. Не будьте более праведными, чем сказано в торе. Значит ли это, что любая женщина может просто говорить с кем угодно? Нет. Значит ли это, что каждая женщина должна быть закрытой и быть такой приличной, чтобы ее никто не видел? Нет. Что это тогда значит? Это значит, что у вас есть определенные вещи. Это то, что мы сейчас обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...